Проделаем опыт. Возьмем теплоприемник, металлическую коробочку, одна сторона которой блестящая, а другая покрыта черной матовой краской. Внутри коробочки находится воздух. Соединим теплоприемник с манометром. Нальем в сосуд, у которого одна поверхность белая, а другая черная, кипяток. Повернем сосуд к черной стороне теплоприемника, сначала белой стороной, а затем черной. Уровень жидкости в колене манометра, соединенным с теплоприемником, понизится. При этом он сильнее понизится, когда сосуд обращен к теплоприемнику черной стороной. Понижение уровня жидкости в манометре происходит из-за нагревания и расширения воздуха в теплоприемнике. Следовательно, воздух, получая от сосуда с горячей водой энергию, нагревается. Поскольку воздух обладает плохой теплопроводностью, то за счет этого вида теплопередачи воздух в теплоприемнике нагреваться не может. Не нагревается он и за счет конвекции, так как сосуд и теплоприемник располагаются на одном уровне. Следовательно, остается признать, что сосуд с горячей водой излучает энергию. Опыт также показывает, что черная поверхность сосуда излучает больше энергии, чем белая. Об этом свидетельствует разный уровень жидкости в колене манометра, соединенным с теплоприемником.